Больше пяти миллионов человек в Казахстане занимаются физической культурой. Для любителей и профессионалов в стране действует свыше 11 тысяч спортивных сооружений. Сейчас по инициативе главы государства прорабатывается вопрос открытия первого национального олимпийского университета с полным циклом обучения в Астане. Вы смотрите предпраздничную программу «Олимп». Буквально через несколько секунд мы расскажем, как за 20 лет развития нашей молодой, но уже популярной столицы изменилась спортивная инфраструктура. Начнем, пожалуй, с тех столичных объектов, без которых уже невозможно представить спортивную Астану. Три современных комплекса наследия Азиады 2011 года. Литовый дворец Алау, футбольный стадион Астана-Арена и велотрек Сраарка стали популярным местом, где можно не только заниматься профессиональным и любительским спортом, но и просто хорошо провести досуг. И таких уникальных сооружений в Астане с каждым годом все больше и больше. Теперь мы в силах принимать международные турниры и чемпионаты мира по многим видам спорта, начиная от стендовой стрельбы, заканчивая женским хоккеем. Чем мы, собственно, и занимаемся. За последние годы в Астане состоялось столько спортивных мероприятий, что может позавидовать любая столица мира. Самое интересное, что весь этот спортивный бум идет на пользу не только спортсменам, тренерам и функционерам. Это отличная реклама для нашей столицы, которая, по сути, уже стала настоящим брендом Казахстана. На этом фоне всевозможных соревнований, марафонов и велопробегов к спорту уже тянутся и те горожане, кто раньше даже физкультурой не занимался. Сейчас в Астане созданы все условия для комфортного занятия спортом. Взять, к примеру, триатлон-парк. Здесь можно кататься на велосипедах и бегать по специальным дорожкам шириной 2,4 метра и длиной около 7 километров. Беговые дорожки со специальным тартановым покрытием, которое смягчает удар, щадит связки и суставы ног. Такой подарок астанчанам уже оценили профессионалы. Сейчас триатлон-парк, особенно утром, одно из самых популярных мест в Астане. И сейчас увидев, что начинается новый подъем, беги, то есть это входит в моду, когда бегают уже все, уже бегают и бизнесмены бегают, даже с министерства бегают люди, известные люди бегают, артисты бегают. И вообще все забежали, потому что бег – это действительно лекарство. Во-первых, это самый доступный вид спорта. Во-первых, это оздоравливает организм, если правильно бегать. Он оздоравливает полностью. То есть начинает кровообращение от сердечно-сосудистой системы, и опорно-двигательный аппарат, то есть суставы, мышцы. Но бегом можно и убить. Это как лекарство, если неправильно его принимать. Федерация сейчас активно продвигает триатлон. И как? Мы привлекаем народ. Стараемся делать праздник спорта, не просто триатлон, а также делаем развлечение для детей. Привлекаем сейчас детей к участию в пробегах. Сделали детский старт. Также планируем еще дальше продвигать теперь женский старт, потому что президент ITU Марисоль Касада по приезду, она нас просила все-таки так же внимание уделить гендерному равенству, чтобы женщины тоже принимали больше участия в триатлоне, в спорте вообще. Без преувеличения в Астане бег – новый тренд. Среди любителей пробежки теперь офисные работники, бизнесмены, чиновники и депутаты. Если еще 10-15 лет назад бег на открытом воздухе был уделом только спортсменов-профи и молодежи, а также лиц пенсионного возраста, убегавших от инфаркта, то сейчас многие успешные и известные люди оставляют тренажеры модных фитнес-залов ради пробежки. К слову, таких залов в Астане все больше. Практически в каждом районе Астане есть как элитные фитнес-центры, так и бюджетные так называемые качалки. В столице ежегодно проходят турниры по фитнесу и его направлению. Квалифицированные инструкторы могут подобрать индивидуальную программу для мужчины, женщины, ребенка и даже пожилого человека. С каждым днем люди все больше и больше интересуются этими вещами, хотят быть здоровее, потому что это реально возможно. Человек, который приходит на тренировку, который долгое время был в гиподинамии, плохо себя чувствовал, вел малоподвижный образ жизни, начиная заниматься, получает прекрасное самочувствие и делится со своими близкими, своими впечатлениями, эмоциями. Конечно, подтягиваются, так сказать, люди в большом количестве. Поэтому происходит рост и увеличение количества тренирующихся. Это радует. Номинации в бодибилдинге, именно в фитнес-бикини, это эстетические номинации. То есть там ценится именно развитость пропорциональности, развитость мышц в гармонии с общим весом, ростом девушки, да, то есть без излишков. Естественно, все хотят быть похожими на... Раньше хотели быть моделями, сейчас хотят быть фитоняшками. Сейчас хотят заниматься спортом и хотят выглядеть подтянуто, при этом еще, говорю, получать какие-то регалии, награды, и почему нет. Можно смело сказать, что развитие индустрии фитнеса вышло в Астане на абсолютно новый уровень. Открытие новых качественных и доступных клубов, как показывает опыт зарубежных стран, является одним из действенных шагов на пути к оздоровлению нации, к профилактике заболеваемости и повышению жизненного тонуса. Не зря ведь говорят в здоровом теле – здоровый дух. Она меня так... вот я вам скажу так же правильно. Я ее так... надо же... Она уходит в право, я знаю, что отвечает. Вот все эти кресты, именно когда она остановится, все это, наверное, именно используйте ее. Давайте, товарность, я кончу на меня. Второе, наверное. А для тех, кто решил связать свою судьбу с единоборствами в главном городе страны, тоже найдется место для занятий. Не так давно в Астане свои двери распахнула Академия Женской Борьбы. Это мировая практика. После Рио-де-Жанейро, знаете, что был хороший результат у женской борьбы. И для того, чтобы женская борьба в Казахстане была более популярна, чтобы больше было медалей, вот цель открытия этой Академии. Академия обеспечивает круглогодичное проживание, питание. То есть девочки могут... Не во всех областях есть спарник-партнеры, большое количество. Мы здесь собираем лучших из лучших, чтобы у них централизованно их тренировать, чтобы они круглогодично имели возможность жить, питаться, заниматься в тренажерном зале. В общем, чтобы у них были все условия для тренировок. Также мы планируем сюда приглашать иностранок, потому что сейчас это возможно. И чтобы на сильных конкурентах мы росли сами. Вот основная цель Академии. Я надеюсь, что мы с ней справимся. На данный момент сейчас здесь только сборная, но мы планируем привлекать со всего Казахстана. Потому что когда мы выезжаем за границу, мы можем взять 10, 7, 10 человек. А когда мы приглашаем сюда иностранцев, сильные команды, то мы можем со всего Казахстана привлечь девочек, и они будут возможность, не все же имеют возможность за границу выезжать, а тут они будут иметь возможность и посмотреть их, и преодолеть психологический барьер, потому что у себя дома всегда проще. Подготовка к главным стартам, лидеров сборной, создания резерва национальной команды – основная цель этого проекта. Академия – это и спортивный интернат, и центр олимпийской подготовки. Два в одном. Такие учреждения, к слову, уже давно успешно работают в Японии и Китае. За 20 лет Астана, как теперь стало модно говорить, стала точкой притяжения не только для инвесторов и политиков, но и спортивных функционеров и всемирно известных атлетов. Сейчас на примере нашей столицы во всех регионах страны возводятся современные спортивные объекты – спортзалы, фитнес-центры, дворовые клубы. Это способствует тому, что желающих заниматься спортом с каждым годом становится все больше. А как известно, здоровый человек – здоровое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова